Боевая тревога Стратегические ракеты морского базирования Они могут быть запущены из-под воды в любой точке мирового океана Один залп подводной лодки может уничтожить ядерными зарядами сотни городов любой страны Самое страшное оружие за всю историю человечества В течение 10 лет СССР безуспешно пытался доднать в этом виде вооружений И вот в 1963 году в КБ на Урале наконец родилась ракета Которая была сравнима по дальности и мощности с Палавиц Это был успех и уральского КБ, и его главного конструктора Виктора Макеева Это был прорыв к подлинному паритету двухъядерных держав Но к 1965 году США превзойдет СССР в количестве межконтинентальных ракет морского базирования в 5 раз Спущены на воду 23 подводных лодки типа «Лафаэт» с усовершенствованными ракетами «Поларис А-3» И все это было нацелено на СССР Эта деревня в Архангельской области называется Ненокса Старинная беломорская деревня Неподалеку от нее, в конце 60-х, возник строго засекреченный военный городок Здесь рождался невиданный никогда объект Наземный испытательный стенд для морских ракет Самые частые гости здесь высокие чины из ВМФ СССР и вполне гражданские лица Но прилетали они сюда на собственном самолете и оставались здесь надолго За несколько дней до испытания ракеты дома в деревне закрывали на замки А все население поезда увозили за несколько десятков километров от этого места Если что-то случится с ракетой, то вся местность, окружающая полигон, станет на время непригодной для жизни Настолько опасно содержимое ракеты даже без ядерной боеголовки Однажды авария все же случилась, но, к счастью, только с макетом по вине крановщика Испуг был всеобщий, но элемент случайности в испытаниях неизбежен Даже после самой тщательной проверки на стендах, летные испытания таят себе в массу неожиданностей Когда был испытание на стенда, был взрыв ракеты над стендом Там у людей не было, значит, самое так Ракета поднялась, сказать, самое так, и взорвалась, к сожалению, там двигатель вышел из строя На лодке и подводном там проще все Там, значит, как вам сказать, у нас, если даже взрыв будет в шахте, в шахте приставовских двигателей Предусмотрена система, так называемая, слабого звена Крышка шахты откроется, и ракета будет выброшена наружу Мы специально на этапе отработки создавали такие ситуации аварийные Сливали комманты топлива, подрывали, значит, специальные элементы То есть мы создавали такую систему, которая даже маловероятно будет в реальных условиях, но она была сымитирована И убедились, что все нормально В КБ были созданы технологии, которые обеспечивали и дальность, и мощь будущей ракеты Отработаны методики испытаний, налажены связи с теми, кто конструировал двигатели и подводные лодки И, кажется, было все готово для следующего шага Виктор Петрович уверен, что теперь-то удастся преодолеть разрыв в дальности с ракетами США Но неожиданно судьба КБ оказалась под угрозой Была такая ситуация критическая, когда, значит, мы делали комплекс РЦМ-40 Ракета 4К-75 И одновременно с нами такую работу вел Челомей Владимир Николаевич И Совет Обороны должен принять решение, какой же комплекс должен быть пойти на вооружение Причем мы понимали, что ситуация довольно сложная, игра без правил Потому что мы знали, что у Челомея руководил этой разработкой сын Никиты Сергеевича Хрущева, Сергей Сделал доклад Челомеи В принципе, все посчитали, что доклад сделан хороший и работу, можно считать, советы закончены Выбранное направление Но все-таки Макеев взял слово И он так хорошо и четко доложил Все преимущества нашего комплекса Что он меньше весом, меньше размером Лучше, там, точнее, лучше эксплуатационные данные Что Хрущев принял решение, что Хоть ракета и Челомея была хорошей Но тем не менее, приоритет он дал Макееву Дело было не в красноречии Макеев А в том, какую ракету он пообещал Правительству Решение военного совета определит жизнь и Макеева, и всего КБ на долгие шесть лет Макеев не хитрил, убеждая, что будущая ракета и по мощи и по дальности станет прорывом в состязании Фундамент был создан Но на нем еще предстояло построить сталь Сюда, в Уральское КБ, сходятся все проблемы, которые возникают при рождении ракеты За главным конструктором последнее слово при обсуждении вариантов Выбор идеи и окончательное решение И огромная, ни с чем не сравнимая ответственность перед теми, кому предстоит воевать его оружием Рассказывает, что Виктор Петрович и его сотрудники месяцами не влезали из Менокса От испытания к испытанию складывается, уточняется, а окончательно утверждается облик морской ракеты Конечно, это всего лишь изделия из металла и разного рода деталей Но столько труда, переживаний и нервов, вложенных в ракету Что странным образом, в какой-то момент для ее создателей Она превращается в живое существо, с которым даже можно общаться Я знаю, что всегда при погрузке очередной ракеты в шахту Он оставался и беседовал с ней Уговаривая ее, чтобы она выполнила всю полетную программу Вот я, например, когда участвую при пусках Замеряю у себя пульс, у меня пульс поднимается до 200 ударов Потому что напряжение такое идет Колоссальное напряжение Автоматика работает Набираем мы там, соответственно, кругом цифровая техника А цифровая техника всегда имеет сбои А тут еще разные объявления ТАССовские Особенно вот когда стреляли мы по акваториям Когда это сообщается на весь мир То это особое напряжение Или вот весь мир поставлен в известность И потом, конечно, если что-то случилось То это позор То, что раньше казалось невероятным, произошло На первых же испытаниях ракета достигла дальности 7800 километров Обогнав «Поларис» и «Посейдоны» в два раза Поначалу американцы даже не могли поверить в случившееся Дорогу, которую выбрал Виктор Петрович А именно жидкостные двигатели вывело на финишную прямую И вдруг поворот на 180 градусов Военно-политическое руководство требует сделать ракету С принципиально другими качествами Чем объяснить такой поворот? Просочились ли сведения о новых проектах Американских морских ракетных комплексов? Или кто-то наверху был уверен в том, что твердотопливные ракеты Перспективнее и безопаснее Но требования были четкими и жесткими Ракета должна быть с твердотопливным двигателем Для КБ это значило После достигления